Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня прям бомбическая, мне кажется, мотивация на изменения в квартире, на уборку, перестановку. Кто меня смотрит давно, тот знает, что я недавно говорила о том, что я планировала сделать две кровати в одной комнате, но говорила, что это не получится, потому что я ходила с рулеткой, замеряла, и попытки мои что-то измерить и втиснуть хотя бы визуально в своих фантазиях две кровати в одну комнату я посчитала нереальным. Но я бы была не я, если бы я хотя бы не попробовала это сделать физически, перетащив две кровати в одну комнату. И я решила воплотить это в жизнь, потому что эта мысль последние три дня не давала мне покоя. Я ходила с рулеткой, я перед сном об этом думала, я размышляла, думаю, как бы мне сделать, какую мебель куда передвинуть, чтобы вместить в самую большую комнату из двух, две кровати, чтобы девочки спали вместе, и у Ксюши, возможно, перестали ночные страхи проявляться. Я решила попробовать так, что пенал, который я сейчас отодвигаю и стол, я решила отнести, оттащить точнее, да, в маленькую комнату, а кровать Дашину поставить на это место, потому что я замерила, и она прям ровно-ровно входит в это пространство. И вот сейчас я освободила это пространство, и хочу туда попробовать втиснуть эту кровать. Вроде бы я померила, все должно войти, и сейчас мы этим с вами и займемся. Я, когда, знаете, начала это дело, когда у меня вот здесь образовался такой коллапс из мебели, я такая думаю, господи, я уже устала, я уже что-то, мне кажется, я уже передумала это делать, потому что я понимала, что сколько мебели еще придется передвигать, я уже хотела сдаться, потом такая думаю, господи, я же уже начала, зачем заканчивать? И все, и вот это дало мне второе дыхание, и я такая, нет, все-таки я раз уже начала, тем более, съемку, я должна уже себе самой доказать, что я могу это сделать. Такое соревнование небольшое самой с собой получилось, и, как видим, кровать мы с вами Дашей поставили к окну, но так как там батарея, я потом покажу, как я эту проблему решила. Сейчас я хочу просто оттащить всю мебель, которая там не будет стоять, в другую комнату. Сначала в зал я это все перетащу, а потом уже буду перетаскивать в маленькую комнату Ксюшину, и заодно сразу здесь пропылесошу пространство, чтобы потом к этому не возвращаться. Ой, девчонки, я, слушайте, такая вдохновленная после этого ролика, я целый день ходила по комнатам и любовалась результатом, поэтому досмотрите до конца, чтобы увидеть, что из этого получилось. И мне очень хочется дать вам такую большую прям мотивацию что-то делать дома, потому что я такая хрупенькая, со стороны даже на себя смотрю, думаю, такая хрупкая, тягают такие вещи, и мне хочется, чтобы вы тоже зарядились энергией, и, посмотрев на меня, тоже начали наводить порядок у себя в квартире. Ну, а мы с вами убираем всю эту мебель, и, конечно, раз мы у Даши уже более-менее так разгребли всю мебель, надо у Ксюши в комнате разгребать. И получилось, что в двух комнатах за один раз я делала перестановки. Всё, что матрасы, вот это вот всё, я буду убирать для того, чтобы легче было утаскивать, так сказать, кровать. Кровать сама по себе не тяжёлая, если её прям тащить по полу, потому что поднять её, конечно, в одиночку нереально. Серёжа у меня на работе, поэтому я, конечно, этим всем занимаюсь без него. И я как-то, не знаю, мне большее вдохновение, когда его нету дома, я что-то хочу поменять, удивить его, наверное, чем-то, что вот, смотри, пока тебя не было, я тут такого накрутила, навертела, что-то опять переставила. И для того, чтобы были какие-то перемены в доме, я очень люблю делать перестановки. Мне всегда скучно живётся, кто мне давно смотрит, все знают, что я без перестановок не могу. Всю мебель, которую я могу сама физически отодвинуть, я буду двигать, переменять местами, экспериментировать. И вот сейчас даже добралась до кровати. И в оконцовке получится, что у нас в одной комнате девочки будут спать, а во второй Дашенька будет делать уроки, и Ксюша будет играть. Ну и я временами там буду зависать, так сказать, озвучивать ролики, делать какие-то дела, возможно, уносить туда компьютер. Если невозможно будет что-то делать в гостиной, так будет, думаю, даже удобней. И сегодня у нас будет первая ночь ночёвки девочек в одной комнате. Сначала, когда я замеряла рулеткой между кроватями, мне показалось, что очень мало прям узко-узкое пространство. Но когда я поставила уже кровать, то поняла, что в принципе, это нормальное пространство для того, чтобы девочки здесь просто спали, ну и играли, возможно, на кроватях, когда у них там будет желание, если они не захотят в игровой или в гостиной играть, я думаю, что здесь, в принципе, места достаточно. И вот я сейчас сразу буду застилать постели для того, чтобы уже точно, грубо говоря, покончить с этой комнатой окончательно, ну и визуально, чтобы был здесь порядок. И потом буду доделывать уже такие небольшие штрихи в конце. Ну а самое основное здесь в кроватях у нас, у Дашеньки лежит постельное бельё, наше, гостевое, и у девочек здесь постельное бельё лежит. И во втором отделе у нас лежат одеяло, и, по-моему, ещё лежит на матрасе. Изначально, когда мы Дашину кровать покупали и собрали её, там шёл в комплекте такой барьер для того, чтобы ребёнок не выпадал в случае, если ребёнок плохо спит, беспокойно. Но мы его убирали, потому что Дашенька очень спокойно спит, но, как видите, здесь он очень пригодился тем, чтобы закрыть батарею, чтобы ребёнок не бился головой в батарею, и в случае, если даже это не временный вариант, что девочки, возможно, разъедутся, когда Ксюшенька уже перерастёт эти ночные страхи, но, возможно, и останутся там, не знаю, на год, может, так спать, чтобы в случае, когда будет отопительный сезон, чтобы батарея не обжигала ребёнку тело. У Ксюши есть тоже такая стеночка, но её нужно будет перекручивать, потом Серёжа, когда выйдет в отпуск, я попрошу, наверное, его перекрутить на другую сторону, потому что получается, что не с той стороны. Раскровать у нас стояла обычно у Ксюши в комнате, и собирали мы её под ту комнату, и здесь получается, что она не в том положении, неправильно стоит, но она несъёмная, её нужно раскручивать, поэтому её нужно будет переставить. Ну, а так, в принципе, мне кажется, очень даже удобно, девочки спят друг напротив друга, если Дашеньке неудобно будет с этой стороны спать, она всегда, может быть, сможет подушку переложить на другую сторону. И сейчас я здесь показываю, что у меня здесь мебель, вот как она была развернута, повёрнута, переставлена, так и стоит. Я сейчас сразу пропылесошу поверхность, для того, чтобы в дальнейшем переставлять мебель и уже не пылесосить, не возвращаться к этому. Получается, здесь останется у нас игровая зона, рабочий стол, мольберт останется, и сюда ещё перенесётся пенал, который с книжками у Дашеньки. И всё, в принципе, здесь будет такая интересная такая зона, что и поиграть можно, и книжки почитать, и уроки сделать. Сейчас я вынесу всё, чтобы мне не мешало, только крупногабаритная мебель такая останется, которую я буду двигать туда-сюда, примерять, потому что я изначально даже не фантазировала, как бы я здесь хотела расположить мебель, поэтому я здесь буду экспериментировать. Этот стеллаж с игрушками я планировала, думаю, поставлю к этой стеночке, и к другой стеночке я поставить хотела рабочий стол. Но поняла в то же время, что если я буду ставить на рабочий стол компьютер, то компьютер у меня, к сожалению, не дотянется до розетки. Розетки с этой стороны в углу нету, поэтому я поняла, что нужно убирать шкафчик, который у Ксюши, пенальчик вот этот с одеждой, и туда, на эту сторону ставить стол. Но я сначала думала, что стенка очень короткая, и думала, что нет, не поместится. Но сначала я примерила, как и говорила, что стол я пододвинула к этой стенке, и потом, когда до меня дошло, что если компьютер будем использовать, то у нас зарядник не дотянется. И я поняла, что нужно нам отодвигать будет вот этот шкафчик. И стол я уже поставила к этой стенке, он отлично вписался. Там небольшой краешек прям выпирает, он вообще не мешает. Даже заходишь, ты не замечаешь его. И решила стеллаж с игрушками также пододвинуть к этой стенке, чтобы он был позади. И сюда же я решила пододвинуть шкаф с одеждой. Потому что я думала-думала, куда. Он довольно такой, ну, не совсем глубокий, но в то же время глубина у него достаточно такая немаленькая. Поэтому, конечно, возле входа ему совсем нет места там стоять. И вот здесь немножко подправляю, чтобы шторочку можно было туда поглубже убрать, чтобы она не торчала, не мешалась. Плакат с буковками я решила снять, но кнопки снять не смогла, потому что намертво прибитый. Ну, решила сорвать так плакат, потому что мы туда будем ставить пенал с книжками. У меня почему-то не заснялось полноценно, как я ставила. Ну, да ладно. Итог таков, что пенал там стоит. С подоконника я убираю лишние игрушки, оставляю лишь мягкие игрушки. Мы недавно там все прибирали, протирали, поэтому там пыли нету, протирать я там не буду. Так как мы в детской прибирались буквально в прошлый, по-моему, ролик, если я не ошибаюсь. Надо будет на стеллаже немножко прибраться, потому что Ксюша ежедневно там берет книжки, что-то смотрит. И, конечно, за порядком слежу там только я. Она там только хозяйничает в плане того, что она выбирает, что она будет читать, смотреть и так далее. И вот все лишние предметы надо убирать с полочек. А так, в принципе, там у нас порядок. К рабочему столу надо поставить стульчик, чтобы Дашенька делала уроки. Теперь у нас два таких стульчика. Один стоит на кухне для Ксюши и один за рабочим столом у Даши. И, конечно, ее книжки, тетрадочки все будут стоять здесь, так как уроки она теперь будет делать в этой комнате. Мольберт я оставлю в этой комнате, потому что в гостиную у нас его ставить некуда. И конструктор, как обычно, пойдет на свое место. Ну и в кровати у нас обычно стоят эти корзинки. И они так и будут продолжать там стоять, потому что в той маленькой комнате и для них места, к сожалению, нет. Если девочки играют, то они оставляют их на подоконнике. Им там удобно. А здесь, если они будут их доставать, то они, я надеюсь, будут сразу складывать все на место. С подоконника тоже убираем все лишнее. Потом надо будет как-то пазлы, которые мы тысячу штук с котиками собирали. Надо будет как-то сделать на стенку, что ли, прибить. Я не знаю уже, куда видеть. Жалко просто так лежат. И поэтому надо будет заняться тем, чтобы как-то прибить их, чтобы в виде картины они висели где-то на стене. И протрем пыль на подоконнике. Так как сейчас у нас тепло на улице, мы еще окна открываем, кондиционер мы еще не включаем. И поэтому мы проветриваем с помощью открывания окон. И все равно пыль уже налетает, потому что снег растаял, уже на улице сухо достаточно, влажность небольшая, и поэтому, конечно, пыль там оседает быстро. И ежедневно приходится протирать. Стеллажик этот я тоже не стала уносить, он так и останется здесь стоять. И я лишь сейчас в течение дня, когда смотрела на то, как Ксюша бегала, брала книжки из той комнаты и ложилась на кровать, читать их, поняла, что книжки, наверное, возможно, я перенесу на этот стеллаж, на какую-то полочку одну. И Ксюше будет удобнее перед сном отсюда брать книжки, чем бегать в соседнюю комнату. Расставляем все по местам. И давайте будем смотреть результат, что же получилось. При входе у нас вот такая вот тумба, стеллаж, на которой стоят игрушки Дашины. Дальше у нас идет такой большой шкаф, там наши вещи общие какие-то, и в основном Дашины вещи, и вещи на вырост. И стоит всего лишь две кровати, мне кажется, для уборки. Это вообще идеальный вариант, когда надо будет поменять, допустим, два пастельных белья сразу, пропылесосить, протереть подоконник, один стеллаж, и все. И здесь уборка, в принципе, окончена. Это вообще, мне кажется, очень быстрая уборка в этой комнате получится. Если Дашеньке будет светить солнце, у нас всегда есть рулонная штора, ее можно будет перед сном опускать, и утром, чтобы солнышко в глазке не светило, она сможет воспользоваться ей, чтобы было ей удобно. И посмотрим, как они поспят сегодняшнюю ночь. Сейчас вечер, я их уложила, они хорошо легли, и надеюсь, ночь пройдет спокойно. И в Ксюшиной комнате, в бывшей Ксюшиной комнате, получилось следующее, что вдоль стены у нас стоят шкаф, стеллаж с игрушками, стеллаж с книжками, с различными играми. Как бы игровая такая зона, и одежда у Ксюши. Окошко я закрыла от солнышка, чтобы видно было всю мебель. И с этой стороны поставила стол. Здесь Дашенька делала уже уроки, ей очень понравилось. Она прям так вдохновленно ходила, говорит, ой, а что ты раньше так не придумала? Ей так понравилась такая перестановка. Я надеюсь, что вам тоже она понравилась. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду сегодня с вами прощаться. Обязательно пишите свои комментарии, понравилась ли вам наша перестановка, моя идея, что я ее воплотила в жизнь. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. А на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю, всех целую, всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok